Лесли Нильсон в фильме «Голый пистолет» из архивов полиции. Я лейтенант Фрэнк Брэббин. Не попадайтесь мне на глаза в Америке. Всё вокруг напоминает мне о ней. Мы с Эдом отправились в порт, где Нордберг был найден в воде, плавающим лицом вниз. Полиция! Оружие на пол! Окрасано. О, нет! Миссис Нордберг, похоже, мы сможем спасти руку вашего мужа. По какому адресу её выслать? Нет, героин. Героин, Фрэнк Нордберг. Его не так просто достать. Дай мне пару дней. Это я, Фрэнк. Твой друг. Я всё сделаю. Хочешь подушку! Хороший полицейский, большие перспективы. И тут такое. У меня было 24 часа на то, чтобы вернуть моему другу честное имя. Я надеялся, что в этом смысле мы выйдем сухими из воды. Никто не запомнил номера? Кто-нибудь видел водителя? Симпатичный у вас браслет на ноге. Неужели опять сполз? Какой мех! Спасибо. Недавно его набила. Давайте я помогу. Как насчёт обеда? Перенесём? Нет, лучше пообедаем. Жаль, Зикерыч мой. Фрэнк! Любопытно. Как и фотографии, что я видел сегодня. Я была молода, мне нужны были деньги. Нет, нет. Я предпочитаю безопасный секс. Я тоже. Я тоже. Извините, ребята. Пропавшая улика в деле Кёльнера. Боже, так он невиновен. Его казнили два года назад. Отличная работа, Тед. Что ещё придумали твои ребята? У нас тут эксперимент. Ясно. Что испытываем? Новое средство против любителей граффити. Всё, что нужно полицейскому на задержание. Мы назвали его ботинок швейцарского солдата. Я ничего не вижу. Смотри открытым глазом, Фрэнк. У тебя что-то прилипло к губе, Эл. Нет, нет, с другой стороны. Пиротехнические изделия-то нет. Разойдитесь. Тут не на что смотреть. Сеткая самурайская ручка. Её невозможно сломать. Не боится ничего, кроме воды. Я расследую попытку убийства одного из ваших сотрудников. Она стоит более 20 тысяч долларов. И нет места преступной деятельности. Хоть знаете, что тут было всего пять лет назад? Всегда рад. Боже мой! Так и знал. Американцы уже поверили, что я хороший парень. В некоторых штатах я даже популярнее их президента. Ход-доги и собачатины. Вперёд! Нордберг, это же прекрасно. Всем бы такого друга бежать. Голый пистолет, два с половиной. Запах страха. Это я нашёл в мусорной корзине. Неплохие часы. Интересно, почему их выбросили? Наверное, потому что они отстают на четыре минуты. Сейчас мы это исправим. Вот так. Дамы и господа, президент США и миссис Буш. Рад, что ты выбрался. Думаю, он сам нам расскажет о своих научных исследованиях. И доктор Майнхаймер никаких сомнений. Доктор Майнхаймер представит свои рекомендации ранее национального клуба печати... Здесь проводятся сотни опытов, а нужная температура поддерживается вот этим механизмом. Длятся по нескольку лет. Все полицейские знают, что в нашей работе иногда случается что-то, чего ты совсем не ждёшь. Ещё жертвы есть? Ты как раз стоишь на ней, Фрэнд. О, боже. Уберите его. Кстати, поздравляю. Уберять твоя одна. Снова беременна. Вот поймай того, кто это сделал. К нам пришла новая модель автоминьетчика сахарной губки. Как ты заказывал. Ты пойдёшь на Джеральду из-за этого? Нет, просто моя жена трансвеститка-сатанистка. Хорошо поспав ночью, я поехал назад в участок. Чёрт! Смотри, Эд. Он очень близко. О, нет! Нет! И нанёс новый удар. У нас было мало зацепок и ни одной серьёзной улики. Выяснили. Стойте! О, нет! 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 О, нет! Детройт! Помогите! Ваше пальто, сэр. Да, моё. У меня даже чек остался. Это мои фантазии, или мир правда сошёл с ума. Нет, лишь малый процент населения, Фрэнк. Мне нужно самое крепкое, что у вас есть. Сэм, сыграй наши песни. Дзинь-дзинь, старая ведьма мертва. Не трогайте ничего, вы все сломаете. Когда ты перестанешь ревновать? Джейн, мне больно. Я уверена, он хорошо долетел. Вижу, кошечка не разучилась царапаться. Телефон в соседней комнате. Выход сам найдёшь. Прощай. Как дела, боец? Вы хоть понимаете, что из-за вас наш город терроризирует бабуины? В этом виноваты избиратели. Хабсбург погряз во лжи по самый воротничок своей импортной рубашки. Вода с той стороны, Фрэнк. Фрэнк, если тебя разорвёт на кусочки, я хочу быть рядом с тобой. Наверняка подделка. Сейчас проверим. Смотрите, он бьёт человека в коляске. Помогите! Сейчас. Прикрой меня. Я иду внутрь. Боже мой. Посмотрите, что они сделали с доктором Майнхаймером. Вы в порядке, доктор Майнхаймер? Где Хабсбург? Ты ранен? Ты мне на яйца наступил. Я обвинил этого человека. Можно вас фотографировать ещё раз? Повернитесь, пожалуйста. Улыбнитесь. Голый пистолет. 33,1. Последний выпад. Тюрьма в Стейтсвилле. Поверь мне, тюрьма меняет людей. Да? Это как? Раньше я был белым. Нагнись и подними мыло. Без проблем. И меня окружали сутенёры, насильники и убийцы. Мне понадобился весь мой опыт работы в полиции, чтобы там уезжать. Бернет тоже хочет бежать. Бернет охранник. Да, но ему здесь не нравится. Мои люди очень расстроены. Они всегда расстроены. Они арабские террористы. Мама, пожалуйста. Кто там? Мы наконец попали в назначенное место. В среднюю школу Лос-Анджелеса. И эта операция была не исключением. Кинобумажное полотенце в седьмой секции. Сигарета? Да, я знаю. У нас давно не было такого свидания. Давно? С тобой не было. Я считаю, что для людей всегда важно прийти к взаимопониманию, а не обвинять друг друга. Кто из вас импотент? Мы будем заниматься любовью много часов подряд. Банк спермы. Когда у вас впервые начались проблемы? На заднем дворе я вместе с моим дядей. Я не поспеваю за ним. А если заниматься этим долго, мне больно. Джейн, полегче. Это твоя вторая бутылка Шанель? Это ерунда, Джейн. Я просто оказал эту маленькую услугу. Тоже мне отставка. Ты снова вернулся на работу. Нет, нет, клянусь. У меня другая женщина. Иди сюда, мой сексуальный. Какая женщина. Это видно с первого взгляда. Это она мне. Утром все будет в порядке. Мне не нужна твоя машина. Выходи. Смотрите. Забастовка почтальонов. Прекрасный вечер в Лос-Анджелесе. Сегодня звезды ярко светят в честь 66-й ежегодной церемонии вручения Оскара. Предлагаю вылавливать кошек и сдирать с них шкуры, чтобы согреть наш народ. Стивен Спилберг с фильмом «Парк гериатрического периода». Спасибо. Я с радостью представляю вам. А теперь бросьте оружие и пните его сюда. Я иду, мама! Рока? Я лейтенант Фрэнк Брэббин. Не попадайтесь мне на глаза в Америке. Все вокруг напоминает мне о ней. Мы с Эдом отправились в порт, где Нордберг был найден в воде, плавающим лицом вниз. Полиция! Оружие на пол! Окрасно. О, нет! Миссис Нордберг, похоже, мы сможем спасти руку вашего мужа. По какому адресу ее выслать? Нет. Героин. Героин, Фрэнк Нордберг. Его не так просто достать. Дай мне пару дней. Это я, Фрэнк. Твой друг. Я все сделаю. Хочешь подушку. Хороший полицейский, большие перспективы. И тут такое. У меня было 24 часа на то, чтобы вернуть моему другу честное имя. Я надеялся, что в этом смысле мы выйдем сухими из воды. Никто не запомнил номера? Кто-нибудь видел водителя? Симпатичный у вас браслет на ноге. Неужели опять сполз? Какой мех! Спасибо. Недавно его набила. Давайте я помогу. Как насчет обеда? Перенесем? Нет, лучше пообедаем. Жаль, Зикарич мой. Фрэнк. Любопытно. Как и фотографии, что я видел сегодня. Я была молода, мне нужны были деньги. Нет, нет. Я предпочитаю безопасный секс. Я тоже. Извините, ребята. Пропавшая улика в деле Кёльнера. Боже, это он невиновен. Его казнили два года назад. Отличная работа, Тед. Что еще придумали твои ребята? У нас тут эксперимент. Ясно. Что испытываем? Новое средство против любителей граффити. Все, что нужно полицейскому на задержание. Мы назвали его ботинок швейцарского солдата. Я ничего не вижу. Смотри открытым глазом, Фрэнк. У тебя что-то прилипло к губе, Эл. Нет, нет, с другой стороны. Пиротехнические изделия-то нет. Разойдитесь. Тут не на что смотреть. Зедкая самурайская ручка. Ее невозможно сломать. Не боится ничего, кроме воды. Я расследую попытку убийства одного из ваших сотрудников. Она стоит более 20 тысяч долларов. И нет места преступной деятельности. Хоть знаете, что тут было всего пять лет назад. Всегда рад. Боже мой! Так и знал. Американцы уже поверили, что я хороший парень. В некоторых штатах я даже популярнее их президента. Хот-доги и собачатины. Вперед! Нордберг, это же прекрасно. Всем бы такого друга бежать. Голый пистолет, два с половиной. Запах страха. Это я нашел в мусорной корзине. Неплохие часы. Интересно, почему их выбросили? Наверное, потому что они отстают на четыре минуты. Сейчас мы это исправим. Вот так. Дамы и господа, президент США и миссис Буш. Рад, что ты выбрался. Думаю, он сам нам расскажет о своих научных исследованиях. И доктор Майнхаймер никаких сомнений. Доктор Майнхаймер представит свои рекомендации ранее национального клуба печати... Здесь проводятся сотни опытов, а нужная температура поддерживается вот этим механизмом. Длятся по нескольку лет. Все полицейские знают, что в нашей работе иногда случается что-то, чего ты совсем не ждешь. Еще жертвы есть? Ты как раз стоишь на ней, Фрэнд. О, боже. Уберите его. Кстати, поздравляю. Уберет твоя одна. Снова беременна. Вот поймаю того, кто это сделал. К нам пришла новая модель. Автоминьетчика сахарной губки. Как ты заказывал. Ты пойдешь на Джеральду из-за этого? Нет, просто моя жена трансвеститка-сатанистка. Хорошо поспав ночью, я поехал назад в участок. Черт! Смотри, Эд. Он очень близко. О, нет! Нет! И нанес новый удар. У нас было мало зацепок и ни одной серьезной улики. Выяснили. Стойте! О, нет! Нет! О, нет! Детройт. Помогите! Ваше пальто, сэр. Да, мое. У меня даже чек остался. Это мои фантазии, или мир правда сошел с ума? Нет, лишь малый процент населения, Фрэнк. Мне нужны самые крепкие, что у вас есть. Сэм, сыграй наши песни. Дзинь-дзинь, старая ведьма мертва. Не трогайте ничего, вы все сломаете. Когда ты перестанешь ревновать? Джейн, мне больно. Я уверена, он хорошо долетел. Вижу, кошечка не разучилась царапаться. Телефон в соседней комнате. Выход сам найдешь. Прощай. Как дела, боец? Вы хоть понимаете, что из-за вас наш город терроризирует бабуины? В этом виноваты избиратели. Хабсбург погряз во лжи по самый воротничок своей импортной рубашки. Вода с той стороны, Фрэнк. Фрэнк, если тебя разорвет на кусочки, я хочу быть рядом с тобой. Наверняка подделка. Сейчас проверим. Смотрите, он бьет человека в коляске. Помогите! Сейчас. Прикрой меня, я иду внутрь. Боже мой. Посмотрите, что они сделали с доктором Майнхаймером. Вы в порядке, доктор Майнхаймер? Где Хабсбург? Ты ранен? Ты мне на яйца наступил. И обвинил этого человека. Можно вас фотографировать еще раз? Повернитесь, пожалуйста. Улыбнитесь. Голый пистолет. 33,1. Последний выпад. Тюрьма в Стейтсвилле. Поверь мне, тюрьма меняет людей. Это как? Раньше я был белым. Нагнись и подними мыло. Без проблем. И меня окружали сутенеры, насильники и убийцы. Мне понадобился весь мой опыт работы в полиции, чтобы там жить. Бернет тоже хочет бежать. Бернет охранник. Да, но ему здесь не нравится. Мои люди очень расстроены. Они всегда расстроены. Они арабские террористы. Мама, пожалуйста. Кто там? Кто там? Мы, наконец, попали в назначенное место. В среднюю школу Лос-Анджелеса. Эта операция была не исключением. Кинобумажное полотенце в седьмой секции. Сигарета? Да, я знаю. У нас давно не было такого свидания. Давно? С тобой не было. Я считаю, что для людей всегда важно прийти к взаимопониманию, а не обвинять друг друга. Кто из вас импотент? Мы будем заниматься любовью много часов подряд. Банк спермы. Когда у вас впервые начались проблемы? На заднем дворе я вместе с моим дядей. Я не поспеваю за ним. А если заниматься этим долго, мне больно. Джейн, полегче. Это твоя вторая бутылка Шанель? Это ерунда, Джейн. Я просто оказал эту маленькую услугу. Тоже мне отставка. Ты снова вернулся на работу. Нет, нет, клянусь. У меня другая женщина. Иди сюда, мой сексуальный. Какая женщина. Это видно с первого взгляда. Это она мне. Утром всё будет в порядке. Мне не нужна твоя машина. Выходи. Смотрите. Забастовка почтальонов. Прекрасный вечер в Лос-Анджелесе. Сегодня звёзды ярко светят в честь 66-й ежегодной церемонии вручения Оскара. Предлагаю вылавливать кошек и сдирать с них шкуры, чтобы согреть наш народ. Стивен Спилберг с фильмом «Парк гериатрического периода». Я с радостью представляю вам. А теперь бросьте оружие и пните его сюда. Я иду, мама! Рока? Рока?